Меня уже представили, меня зовут Тюня Санкт-Петербург, я преподаватель Умского госуниверситета, преподаю там уже 13 лет, ну сразу как выпустился, сразу почувствовал там преподаватель. По совместительству, ну скажем так, я сейчас управляющий партнер компании Тиктакович, вам название что не скажет, это продуцовый стартап. На самом деле, то что я вам сейчас расскажу, это не связано никак с моей работой, это больше, вообще этот проект получился просто из студенческих дипломных работ. Мы занимаемся этим проектом уже около 8 лет, уже фактически выпустилось 4 поколения дипломников, которые в разные промежутки времени, в разном составе участвовали в этом проекте. Вот сидит человек, это разработчик первого поколения, Антон не помнющих, разработчиков второго поколения здесь нет, разработчики третьего поколения, может и присутствовать, я их не вижу, ну ладно. Вот, скажем так, за это время работы, сначала проект мы радовали, что он вообще заработал на дипломной работе, мы не стеснялись, его показывали и все по-честному было. Вторая версия этого продукта, она в принципе была уже нормально работоспособная, и мы сумели ее внедрить на одном коммерческом проекте. То есть, прям дипломную работу взяли, на ней написали штучку, все были счастливы. Эта штука уже работает полтора года, про нее все благополучно забыли, я считаю, что это лучшая оценка качества. Полтора года работает, никто про нее не вспоминает, все шикарно. Скажем так, единственная проблема была какая, когда это была студенческая работа, для нас было главное, ну как, сделать. Вот, а когда мы стали внедрять, выяснилось, что некоторые вещи там просто для программистов неудобные по реализации, и поэтому наступила очередность, скажем так, третьей версии проекта, которая уже, ну скажем так, больше для коммерческих проектов подходит. В чем идея, собственно, проекта? Ну, за последние, наверное, 6 лет я провел больше 500 собеседований с разными разработчиками, поэтому я сужу об общей массе. В общей массе очень слабая подготовка в плане многопоточности. Смешно, что 5 лет назад разговор к нам о многопоточности был такой, но у меня есть опыт, я в фоновом режиме, чтобы интерфейс не тормозил, вот запускал поток для одной задачи. Сейчас, вот буквально на прошлой неделе было собеседование, человек все то же самое рассказывал, только под айфон. То есть он говорит, я мечтаю под айфоном использовать поток до фонового режима, чтобы интерфейс не тормозил. То есть прошло, технологии сменились, а по кругу все воссы ныне там. С другой стороны, сейчас технологии многоядерные, да, процессоры становятся многоядерные, и как-то хочется это все использовать на полную катушку. Поэтому вот мы когда с дипломниками и собирались делать этот проект, мы поставили для себя задачку. Сейчас вернусь к этому слайду. Мы поставили для себя задачку как раз создать какую-то платформу, которая бы позволила разрабатывать приложения, как серверные, так и десктопные, и уже под мобильные телефоны в принципе можно разрабатывать. Так, чтобы можно было спокойно использовать многопоточность. Какие проблемы к многопоточности есть? Первое, ну вот как я уже говорил, нужны специалисты. Я знаю, могу по пальцам перечесть людей, лично которых я знаю, но понятно, что не всех, которые очень хорошо разбираются с многопоточностью. Но один человек настолько хорошо разбирается с многопоточностью, что на коммерческих проектах с ним работать нельзя. Он настолько все усложняет, что в конце концов сам же тонет под этой сложностью, которую создает. Все очень гибко, все очень шикарно, все очень... Ну то есть я видел, как он находит баги в многопоточных программах. То есть, ну да, я признаю, что я просто отдыхаю, как он это делает. Но он не может удержаться ни на одном коммерческом проекте, потому что вот это обратная сторона медали. Вот, поэтому нужны спецы, а спецов как таковых нет. Ну и вторая проблема, которая есть в этой многопоточности, то что, если кто-то смотрел, пытался скачивать OpenMPI или книжки по многопоточности, то это сплошная скукота. То есть я буквально несколько SDK скачал, скачал, увидел это все и закрыл. Вот, в принципе, я интересовался у людей, у многих такой же эффект. То есть там или интеллские эти команды, библиотеки смотреть, или еще что-то. Это все так, и плюс это настолько чуждо, да, традиционному программированию, что, ну а когда работать? На коммерческий проект это не рискнешь делать, потому что не успеешь. Это совсем другая идеология. То есть не успеешь переписать, если что-то пошло не так. Дома для себя тоже не видишь, когда ты это можешь использовать. Поэтому как-то все это сложно. Плюс, если кому интересно, почитайте книжки, там голая математика и теория. Я всегда вот люблю вспоминать там про студентов. Студенты на форумах пишут, что учеба в УЗИ им ничего не дала. Почитайте книжки по многопоточности, узнаете, зачем вам нужна была дискретная математика. Вот там это все четко объясняется, строятся схемы доказательств программ и прочее, прочее. Все вот эти примитивы, которые вы привыкли использовать, они четко обосновываются с точки зрения математики. Есть так называемая логика программирования, это то же самое, как логика предикатов, только с помощью этой логики доказывалась корректность языков программирования. Это было еще в 60-х годах прошлого века. В общем, это скучно. Я бы ни за что эту книжку не осилил по многопоточности, их несколько штук. Я просто поступал всегда просто. У меня есть спецкурс, у меня есть по расписанию занятия, и выгодоположь единственный человек, кто должен подготовиться, это точно преподаватель. Поэтому за 13 лет я, скажем так, книжки прочитал не раз. А так это скучно. Ну вот, собственно, я уже про идею сказал, что мы решили написать такую систему, которая бы, с одной стороны, использовала многопоточность на полную катушку, с другой стороны, постаралась бы снизить требования к программистам, которые сидят на этой системе. То есть никаких OpenMPI и прочее. Желательно, как можно проще, сильно не заворачиваться. Пишем, ну, вот первая версия системы вообще была. Люди даже не знали, что там многопоточность существует. К сожалению, в угоду коммерческой применимости пришлось все-таки отступить от этого принципа. И про многопоточность кое-что им надо знать на уровне потока безопасных коллекций. Это я чуть-чуть похоже скажу. Вот это идейные вдохновители, на которых построена вся система. Первая книжка – это шаблоны интеграции корпоративных приложений. То есть паттернов изобрели их дофига. И есть паттерны для системы обмена сообщений. Вот эта толстая книжка, классная. Кому надо спецкурс читать, годовой спецкурс легко почитается. То есть там много чего интересного. Ну и в принципе для повышения своей квалификации я просто рекомендую вот эту книгу. Ну, Танненбаум – это классика. Она интересна даже если вы не собираетесь вообще заниматься этими распределенными системами. Она интересна с точки зрения вашей квалификации. Какие алгоритмы существуют и как их можно применять. Особенно распределенные, там где нужно генерировать айдишники сразу параллельно на нескольких машинах без центрального узла и так далее. Ну тоже рекомендую книжку. Все не читайте сразу, она больше полезна как справочник. То есть почитали, увидели ссылку и пошли дальше читать. Можно читать главную. Ну и вот это самое Грегори Эндрюс. Если я правильно понимаю, это человек, который как раз обосновывал бьютексы, семафоры. Участвовал. Не один, а участвовал как раз в математическом обосновании корректности вот этих всех вещей. Вот здесь как раз вам вы прочитаете, что такое логика программирования. Ну если хватит сил, дочитайте дальше. Вот. Вот это идейный вдохновитель этой системы. Ну еще благодарности, если кто не смотрел фильм Moneyball, или в русском варианте это человек, который изменил все. Почитайте. Вот сейчас тренд какой? Все гонятся за лучшими. Лучшие, вот только лучших и прочих. А если послушаете маркетологов, то они говорят как? Вот если вы идете на тренде, а вы хотите собрать все сливки, вы должны идти против тренда. Соответственно, если все гонятся за лучшими, попробуйте создать систему с не лучшими специалистами, а вот с любыми. Moneyball рассказывает идею какая? Была бейсбольная команда с очень низким бюджетом. То есть они не могли себе позволить покупку дорогих игроков. Взяли на вооружение статистику. Посчитали, сколько вот эти звезды делают успешных, ну грубо говоря, эффективных действий для достижения результата. И набрали коллег, великовозрастных игроков, у кого там одна рука не работает, у кого нога не работает. И скомпоновали из них суммарно команду, которая давала те же самые результаты, что и у звезд. И этот фильм основан на реальных событиях. Именно после вот этого человека все профессиональные команды ввели в свой штат профессиональных аналитиков. Это люди, которые сидят с компьютером, считают все активные действия. И сейчас ни одна профессиональная команда не играет на серьезном уровне без того, что аналитик не подсказывает. Вот если мы играем против какого-то человека, они рассказывают, как обычно он поступает. Куда двигается, куда наносит удар, если это там какие-то игровые виды спорта. И какие действия выполняет. То есть кульминация этого всего, если можно сказать, сборная России по волейболу, олимпийская, выиграла золото благодаря вот этим аналитикам. Потому что сборная Бразилии была разобрана по полочкам. И соответственно в решающий момент игроки не думали, они просто знали куда идти. Вот почитайте этот фильм. Посмотрите этот фильм. Собственно он меня вдохновил на то, что А почему бы не попытаться вот именно приспособить эту систему к Ну, попробовать на не совсем старших программистов Попытаться подписать многопоточные программы. Есть даже опыт. Попозже расскажу. Ну и скажем так, когда ставится такая какая-то Хорошая глобальная цель, нужно понять в какую сторону мы движемся. Есть так называемые модели зрелости. Это когда концепция зрелости подразумевает что? Скажем так, уровень ваших решений, ваших действий относительно воспроизведения положительного опыта. Ну все слышали CMMI, это одна из моделей зрелости. А вообще есть книжка Гарольда Керцнера, который наверное один из первых описал эту концепцию зрелости. Так вот, CMMI, там еще какие-то, какие бы модели зрелости ни брали, они всегда состоят из пяти шагов. Ну, по крайней мере, те, до которых я добрался. Первый шаг, это делаем все как есть. Вот как есть, так есть. А дальше вступает, если кто доучился и слышал философию, у марксистско-ленинской диалектики существовал такой закон. Закон перехода количественных извинений в качественные. Слышали про такой? Вот дальше вступает что? Как есть это хорошо, когда у вас 2-3 компонента, да, там допустим, или 2-3 веб-сервиса, или еще чего-то, или там 2-3 разработчика. Все классно, в принципе, и вы справляетесь. Как только их становится больше, тут уже возникает вопрос, опять же, трудоемкости работ, которые вам нужно совершать. Вы стараетесь минимизировать те участки, которые у вас повторяются, и тем самым у вас постепенно появляется какая-то общая архитектура. Вот это второй уровень. Я галочками отметил те уровни, которые мы в своей системе закрыли. Следующий уровень взаимодействия. Когда у вас уже 7 компонентов, и они вроде бы сделаны по общей архитектуре, неминуемо что получается? Они начинают взаимодействовать между собой. И вам приходится проектировать, да, и заботиться о том, что один компонент взаимодействует со вторым, второй с третьим, третий с четвертым и так далее. Вот мы сейчас, видите, тут значок копания, мы как раз занимаемся копанием на этом уровне. Я объясню, что у нас получилось, что мы еще в работе. То есть, ну вроде бы, как бы проблем нет, есть задачи, которые надо решать, и вот мы решаем по мере наших возможностей. Следующий уровень, на который мы выйдем, это уровень измеримости. То есть, когда у нас получаются уже какие-то схемы взаимодействия, у нас станет неминуемо вопрос какой. А насколько эти схемы взаимодействия эффективны с точки зрения тех задач, которые мы решаем? Чтобы замерить эффективность, нам нужны какие-то метрики. Вот, соответственно, появляются метрики. Здесь, видите, мы еще до этого уровня не добрались, хотя отчасти. Вот вторая версия программы, про которую я говорил, у меня был дипломник, который написал распределенную систему тестирования. Эта система, она применялась в том числе для замера 50 показателей с каждого компьютера. То есть, в принципе, ну, кое-что мы по этой метрике делали. Почему я ее не закрываю? Потому что мы метрики считаем, а вот какой результат из этого получать пока не додумались. Ну и следующий уровень, это самый шикарный уровень, это оптимизация. То есть, у нас есть какое-то взаимодействие, мы посчитали, и мы можем осознанно выбирать те или иные схемы взаимодействия, чтобы улучшать наш результат. Вот это пятый уровень. К пятому уровню, к сожалению, все, что мы успели пока сделать, это у нас в распределенной системе, я сейчас расскажу архитектуру, там вот есть такие штуки, задания. Они могут перемещаться с одного компьютера на другой, динамически, без переостановки. Это единственное, ну, мы дивидендов от этого пока не получим, переместить можем, а зачем, когда, пока не умеем. Чуть попозже расскажу. Ну, само по себе эта задача не тривиальная. Это примерно как в МВАре живая миграция. Ну, в МВАре, понятно, это сложная система, у нас попроще, но смысл примерно такой же. У вас работает такая-то задача, какой-то алгоритм идет в workflow, и вы его без приостановки перемещаете на другую машину. Так что, кто хмыкает, это сделал студент пятого курса. Начнем, я рассказываю по уровням, которые закрываем. Начнем с уровня 2, архитектура. Ну, как есть, я думаю, у всех есть. Вот, тут как бы бонус уже готов. Общая схема. Есть шина сообщений, это стандартный фактор, вот из первой книжечки, которую я писал. Речь идет о чем? Это некоторая виртуальная абстракция, которая существует в системе. Под шиной, ну, с чем можно сравнить? Это что-то типа кабель канала, внутри которого есть кабель. Каждый кабель это канал, он так и называется. Канал это, скажем так, тоже опять какая-то абстракция, которая используется для доставки сообщений. Система MessageRated основана на сообщениях. То есть мы что можем сделать? Мы публикуем сообщения в канале, и это сообщение доставляется до обработчика, который подписался на обработку сообщений этого канала. Обработчики мы называем джобами задания. Сейчас, может быть, термин не совсем корректный, но 8 лет они были джобой, поэтому как-то не с руки. Дальше что у нас есть? Ну, сообщения, само собой. И есть еще хосты, внутри хосты нужны для чего? Есть процессорное время, которое используется для обработки сообщений. И вот как бы абстракция над этим процессорным временем называется нод, узел. Ну, можно сказать, что это отдельный процесс, который, может быть, работает на отдельном компьютере, ну и вот из этих, собственно, узлов состоит распределенная система. Это понятно? Вот. Вот, в общем-то, вся распределенная система, если так говорить, достаточно, в общем-то, простая. Шины сообщений работают с помощью, в основном, двух методов. Первое. Это статический метод, MessageBusSense, это отправка сообщений. В сообщении он зашивается канал, в который это сообщение публикуется. Вот. Такая абстракция сделана для того, что, в принципе, мы можем портировать реализацию этого метода на любые языки. Но сейчас поддерживается C-Sharp и JavaScript. То есть из JavaScript, грубо говоря, программист что делает? Он знает, что если MessageBusSense написать, на каком языке он не был, ну, который нам потребуется, он всегда может отправить сообщение. Внутренняя реализация сообщений — это JSON. И есть MessageBusJoin, это как раз мы пристыковываем задание к решению сообщений для того, чтобы она обрабатывала данные, которые поступают в татаре определенный канал. Это понятно? Вот. В общем-то, и все, что касается MessageBus, две вещи. Что такое job? Вот, собственно, весь job. Сейчас мы его разберем. Как видите, это обычный класс, чтобы нормальные программисты этого не пугались. Интерфейс, вот как-то так привычно, что как-то вот хочется, да, когда строим какие-то сущности, вот они должны наследоваться от какого-то поведения. У iJob'а сейчас нет никакого общего базового поведения, это пустой интерфейс. Но вот как-то не могу отказаться от мысли, что как это так, вот классы ни от чего не наследуются. Вот. Поэтому он пока пустой, и мы вот его берегем. С одной стороны боимся туда что-то добавлять, с другой стороны боимся его убирать. Вот. Ну вот, он должен быть. А дальше. Как видите, пишется обычный метод. Паблик будет, у него принимает хоть сообщение. В принципе, в это сообщение, если вы боитесь работать со словом Message, вы можете разобрать набор параметров, там, int a, int b, int c. И сама система что сделает? Она извлечет из сообщения поля с типом b, типа int, сама приведет и поставит туда, куда нужно. То есть это не совсем обязательно. И то, что это сообщение является обработчиком канала, навешивается с помощью такого атрибута. То есть с точки зрения нашей системы, все, что мы добавляем, это вот такие атрибуты. Ну и если мы хотим отправить ответ, у нас есть Message, Buzz, Try, Sense, Access, Response, и все, ответ пошел. Ну, в данном случае будет успешный ответ. Это, в общем-то, с точки зрения архитектуры, все. То есть мы обошлись только минимальным вот таким новшеством. Теперь, собственно, что эта архитектура дает? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь работал с асинхронными веб-страницами? Не АЯКС, а асинхронные веб-страницы. Отлично. Я хотел руку пожать кому-то, кто с ним этим работает. На ХАПе везде описано, но я не видел жильем ни одного человека, который делает. Сейчас объясню зачем. Когда работ... Когда... У нас была мысль попробовать ради удовольствия, но потом, когда мы это все почитали, поняли, что это. Мы лучше свой велосипед изобретем. Вот. Смотрите, когда работает веб-серби, у вас выделяется какое-то количество потоков на этот веб-серби. И каждый запрос, который у вас приходит, вы работаете... Ну, как бы, вот он в этом потоке начинает обрабатываться. Из чего обычно состоит обработчик? Ну, вы получили какую-то информацию, формируете какой-то внутренний запрос, как правило, к чему? К вазе данных. И посылаете этот запрос. На тот момент времени, когда вы послали запрос, этот поток висит. Ну, потому что он просто ждет, ждет, когда придет ответ. То есть, получается, вы занимаете ресурсы сервера, ну, и сколько... Ну, на мой взгляд, ну, или, скажем так, по моему опыту, как минимум 50% времени эти потоки просто висят. То есть, тем самым вы себе, скажем так, уменьшаете возможность масштабирования системы. Вы сжираете ресурсы, хотя на самом деле они вам не нужны. Так вот, эти асинхронные веб-страницы были придуманы для того, чтобы как только вы посылаете туда запрос, вы отпускаете этот поток от сервера, этот поток может быть направлен на обработку нового входящего запроса, и как только вам пришел ответ, вам сервер сам опять дает поток, чтобы вы могли закончить свою обработку. То есть, такая схема есть в теории, но вот на практике, сами видите, как часто она распространена. И в виду исключительной сложности, потому что, ну, опять, не хватает спецов, которые в этом могут разобраться. С веб-серверами и так бывают проблемы, но вот я столкнулся с одним проектом, где ежедневно 50 тысяч подвисших потоков веб-сервере. Я не знаю, что с этим делать. Я просто не знаю, где, когда, в 2000 каком-то году это было допущено, и это было допущено на самотек, и как это найти, это нереально. То есть, даже с синхронными запросами такая фигня, допустите это еще асинхронно, это будет вообще капец. Что предлагает наша система? Ту же самую асинхронную работу мы можем сделать с помощью такой штуки. Вот у нас уже один обработчик. Если ему нужно что-то сделать асинхронно, он посылает сообщение, ну, скажем так, в другой канал, и, в общем-то, на этом завершает свою обработку. И определяется еще один обработчик, который будет обрабатывать сообщение, которое придет в ответ на данный запрос. Схема примера понятна? Я вот здесь выделил зелененьким, это ключевые вещи, как связать эту синхронную обработку. Все. Вот та схема, которой вы не пользовались, я вас, вот в этом варианте, я вас могу обучить за 5 минут, как это делать. Вся синхронная обработка, она здесь. Но это вот с точки зрения архитектуры, даже вот на втором уровне, мы получаем такой небольшой дивиденд от нашей системы. Дальше. Теперь переходим на следующий уровень, уровень взаимодействия. Здесь я позволю себе так наивно разобрать некоторые стандартные действия, которые совершают программисты при разработке веб-мейс. Ну тут не обязательно и клиент серверный, и веб серверный, да даже доступные приложения работают так же. Сначала пользователь чего-то вводит, потом он нажимает на какую-то кнопочку или кликает, да? Соответственно, эти данные передаются на сервер. Часто бывает, что эти данные нужно провести какую-то предварительную обработку. Например, если мы посылали фотки, фотки надо как-то там, например, сконвертировать, сжать, преобразовать, навешать водяные знаки и прочая-прочая-прочая фигня. И эта фигня, к сожалению, бывает, занимает очень-очень много времени. Вот. То есть идет какая-то предварительная обработка. После этого обработка заканчивается, и в принципе, вот на этот момент данные готовы к тому, чтобы их можно было запрашивать и просматривать. Приходит запрос на обработку, вы как раз, ну, рендерите, или как это называть. И в результате клиент видит результат. В чем возникает проблема? Проблема возникает вот в этой схеме предварительной обработки. В чем эта проблема? В том, что пользователь, когда подает данные, он не хочет тратить время на вот это, потому что он уже вбил все, что от него надо, все, отвяжитесь. А вы, поскольку работаете синхронно в запросе, то вы вынуждены, если эту обработку включаете в обработчик подачи данных, то вы вынуждены тратить время пользователя на вот эту предварительную обработку. Ситуация знакома? Вот. Второй вариант, и мне, все, мы поняли. Мы сразу, как только подали данные, мы каким-то чудом возвращаем ответ. Пользователь доволен. Но чем мы рассчитываемся? Теперь, когда пользователь захочет забрать данные, мы все равно эту предварительную обработку делаем. Согласны? И тут возникают всякие такие хитроумные решения, типа, а давайте по крону раз-два часа будем переколбашивать, а те данные, которые не успели переколбаситься, давайте их по запросу будем все-таки показывать. Там всякие кэширования и прочие-прочие схемы вводятся. Я думаю, с такими схемами знакомы. К чему это приводит? К тому, что, например, там у вас этих кронджобов может быть 20 штук, 30. Что такое кронджоб? Потому что там по-разному их называют. Бисквель-джоб, там еще что-то. Я тоже джоб тут называю. Чтобы смешения понятия не было. Например, стыду, да? Ну как стыду? Я морально оправдываюсь тем, что я в то время и об этой системе не знал. Недавно мы обнаружили, что в 2010 году некто, которого установить сейчас не удастся по причине того, что он уже там не работает, выключил на полчаса один обработчик. Обнаружено это в 2013 году, 1 апреля. Ну, вообще, прикольно. Вот. Вот. Это, собственно, кронджобы. Они не контролируемые, они разрастаются, и там постоянная причина геморроза. Какой выход, который мы предлагаем? Мы хотим, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. С помощью вот этой системы, да, серверной, что мы можем сделать? Я потом объясню, как. Мы можем пользователю отдать сразу данные, поскольку мы от него все, что надо, приняли, и он нам больше не нужен. Мы возвращаем ответ. В этот случай на сервере происходит асинхронная обработка этих данных. Но если пользователь сразу запросит, то ладно. Если не сразу, то данные будут обработаны. Независимо от того, попросит он их или нет. Примерная идея понятна? То есть вот это вывести вообще по синхронную обработку, пользователю отдать здесь, добиться того, что в большинстве случаев пользователь при получении данных на это тоже время не тратит. Сейчас я объясню эту схему. Это вот первая модельная задачка, которую приходится решать, и вот как-то хочется снизить навыки программистов, которые вот в это внедряются. Еще борьба за надежность. Я люблю вот эту картинку, я вставляю ее где-то, 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 можно. Она мне очень нравится. Предположим, что ваша система работает только в одном проценте случаев из 100. В принципе. Как из этой системы сделать такую конфетку, которая будет работать в 99% случаев? Есть у кого-то и предложение? Вот она срабатывает в одном случае из 100. Вероятность такая. Как сделать систему в 99% случаев? То есть это наоборот. Используйте 99% случаев, которые не срабатывают. Блин, здесь же формальные методы. Ладно. Теория вероятности. Что такое? Вероятность события 1%. Значит, дополнение к нему это вероятность события 99%. То есть одна неудача в 99% случаев, грубо говоря. Теперь что мы знаем? Если мы начинаем повторять это событие, вероятность того, что оно произойдет, это начинает перемножаться. В результате, если мы повторим 459 попыток, мы получаем систему с надежностью в 99%. А изначально она была какашкой. То есть мы рассчитываемся чем? Рассчитываемся тем, что мы поленились ее доработать, но мы вот теперь, ну как, не умеешь работать головой, работаем мускулами. Ну здесь, соответственно, мускулы это наш серватер. Вот. Это сейчас как раз две базовые идеи, которые мы вложили в третий уровень нашей архитектуры этого взаимодействия. Итак, первая схема такая. Когда у нас накопилось джоббиков? У нас, например, сейчас в реальном сервере около 40 штук. Мне вчера сказали, я думал 20, ну сказали 40, но меня это не испугало. Когда у нас есть некоторое количество джоббиков, мы хотим, ну то есть вот этих заданий, которые могут обрабатывать сообщения. Мы можем применить конструкцию, она называется Message Web. Это фактически, скажем так, нечто, которое описывает, какой маршрут должно пройти сообщение на пути следования. То есть сообщение сначала зайдет в джоб 1, потом из него выйдет зайдет в джоб 2, в джоб 3 и так далее до джоба N. И этот маршрут мы можем записать в джейсоне просто строкой. Какой дивиденд мы отсюда получаем? Во-первых, у нас джоббики становятся слабо связаны между собой, потому что каждый выполняет какую-то свою функцию и на других ему плевать. Ну там с оговорками, конечно, но вот сейчас я скажу, так все классно, все хорошо у нас. Сам-то говорит, поверил, но в рот. Вот. В общем, проходит некоторый маршрут, здесь получаем какую штуку? Когда вот это пишут разные люди, вероятность того, что все хорошо работает, это опять перемножаем на то же самое. Этот 95% случаев работает правильно, этот, этот и этот. И чем длиннее маршрут, тем вероятность того, что все отработает все ниже, ниже и ниже. Понятно, да, что я говорю? Ну мы так расчеты проводили при 95%. Если у вас длина, по-моему, 20, то у вас уже почти шансов нет, что эта штука отработает. Поэтому поступаем как? Если у нас есть маршруты, если у нас что-то поломалось, и, например, это валидации, то есть какими-то, ну часто бывает, когда поломки. Взял какой-то программист, валидацию навернул, и все у нас накрылось медным тазом. Бывают такие случаи? Ну просто валидацию добавили, оно заворачивается. Валидация, можно взять грех на душу и иногда от нее отказаться. Соответственно, если мы эти маршруты сделаем динамически настраиваемыми, то есть без участия программиста, просто сидит контент-менеджер, который этим может управлять. Ну там, это, конечно, серьезный контент-менеджер, но уже не программист. Мы можем какие-то маршруты, просто динамически, из каких-то маршрутов динамически исключать те джобы, которые поломались. Идея понятна? То есть было 10 джобов, поняли, что у нас второй косячит, значит, мы его исключаем из маршрутов. А в это время программисты усиленно пытаются его доделать. Задача не решить, конечно. Ну, я же не предлагаю везде всегда агитировать, я же говорился специально про валидацию. Дело в том, что валидация на серверной части, она тоже присутствует, но и на клиентской части тоже присутствует. Если нас в это время, мы предполагаем, что никто сильно с нами хулиганить не будет, то, по идее, к нам данные приходят валидированы. То есть это один частный случай, когда это можно сделать. А на ваш случай, сейчас я покажу второй вариант. Мы ввели такое понятие, как контрольные точки. И день заключается в чем? Есть некоторый джоб, который делает следующее. Ему приходит сообщение, это просто JSON-строка. То есть на самом деле берутся просто сырые данные, которые пришли извне. И эти сырые данные просто сохраняются в базу данных. Ну, сохраняем и все. И потом мы пытаемся это сообщение прогнать по нашей цепочке. Зачем это нужно? Если у нас какой-то джоб сломался, и мы поняли, что без этого джоба мы прошлой манипуляцией избавиться не можем, мы что делаем? У нас в чекпоинте они сохранились, то есть эти сообщения все лежат. Соответственно, что мы можем сделать? Мы сейчас опять нагоняем листу китайцев, которые это вручную правят, либо загоняем 10 программистов до смерти. Но они исправляют эту проблему. И как только проблема исправилась, мы можем запустить, организовать в чекпоинте заново запуск вот этих операций. Идея понятна? Мы ничего не потеряем, все хорошо. Вот, это раз. Во-вторых, у программистов бывает рейс-кондишн. Вот сейчас работает, через час не работает, опять работает, через час не работает. Чекпоинт, который работает в автоматическом режиме, снижает, скажем так, наше неудобство от таких вещей. За счет того, что, ну, три раза повторили операцию, если глядишь, одна, один раз да выполнилась. То есть, на самом деле, даже ручной работы здесь становится меньше. Вот. Ну, вот как-то так. Еще, еще дополнительное, дополнительное преимущество какое? У вас не суперпрограммист, у вас программисты, которые как-то там напишут. Значит, рассчитывать, что они выберут самый классный алгоритм. Здесь могу похвастаться, две недели назад на собеседование пришел человек, который не знает, что такое равносторонний треугольник. Так низко. Еще я не падал. Вот. А на прошлой неделе пришел человек, который обозвал книжным червем. На наивный вопрос вы читали книжку «Банды четырех»? Он сказал, я не книжный червь. Я с вами общаться не буду, посадите со мной программиста рядом, я с ним пообщаюсь как человек с человеком. Вот. Ну, это... Работа прикольная. Нравится? Вот. Так вот. Смотрите, что мы можем. программисты написали, скорее всего, медленную штуку, которая работает, но, как правило, даже у тех, кто работает медленно, сервера не загружены на 100%, ну, 60%. То есть процессорное время еще есть, и грех им не воспользоваться. После чекпоинта мы сразу можем отправить ответ. Типа, чувак, не беспокойся, все нормально, мы уже приняли твою задачу. То есть человек получает нормальный, вменяемый ответ, он думает, что все классно, а в это время мы в патагонном режиме начинаем заниматься его вопросом. Так, в принципе, работают всякие платежные системы. Заметьте, вам обещают, что платеж проведут в течение 24 часов, а на самом деле смс-ка проходит, вы еще не успели отойти от этой штуки, от банкомата или от платежного терминала. Это как раз 24 часа на этот самый случай. То есть мы быстро отвечаем, все радуются, все в шоколаде, мы можем хорошо ответить, положительно, когда у нас, здесь же у нас транзакция, все хорошо, то есть данные сохраняются, все шикарно. И мы можем благополучно ему отправить, потому что человек больше, чем он нам прислал, уже не пришлет. У нас все данные для выполнения этой работы достаточно. Тем самым мы снижаем, что? Мы снижаем негативные, в общем, пользователь реже встречается с негативными последствиями нашего шикарного кода. Эта система, вот эта контрольная точка никогда не меняется, то есть надеемся, что она работает, мы ее не трогаем, забыли, повторно используем и так далее. Идеи понятны? Это вот те вещи, которые сейчас реализованы в нашей системе. Еще дополнительные. Но это уже не так важно, да? Да, это баян, но я тут как раз опруфт, что на самом деле все нормально. Вот. Скажем так, я с 2006 года не люблю SQL базы данных. В принципе, не люблю, надух не переношу. Объясню почему. В 2006 году я был мальчик-колокольчик, читал книжки и все делал по книжкам. Вот как буквально описано. И наткнулся на простую вещь. Беру трудовой кодекс и выписано документы о приеме на работу. И встречаю такую вещь. Документом о приеме на работу может быть паспорт гражданина, удостоверение моряка, военный билет и иной документ, выданный на то уполномоченным органам. То есть на туалетной бумаге можно выписать, поставить штамп, и вы обязаны это принять. Вся работа, скажем так, по существу, по науке, она вся упала нафиг. Потом я, когда работал в приемной комиссии университета, видел, наши мегапрограммисты, кстати, с кандидатскими диссертациями на эту тему, запрограммировали, ну понятно, российский паспорт, еще советский, победили эту проблему, советский российский паспорт и казахстанский. А взяли на злое с Украины приехали. Все. О, банан. Чтобы вдруг не было. А от человека они могли принять. Люди бегали, смешно вот сидишь, да, понимаешь, да, если рот раскроешь, тебе же еще и прилетит. Вот. Бегали до ректора, ректор писал собственноручно, допуская до экзаменов в обход системы абитуриентов Омского госуниверситета. Вот. С тех пор я не люблю скелет базы данных. Вот мне предоставилась возможность на нашей системе мы сделали небольшое, но узкие хранилище. Пофиг на все Монго ДБ и прочие-прочие штуки. Взяли что? У нас есть возможность поддержки фунтек серча, у нас есть возможность фильтрации данных, диапазонов, тегов и ордекс. Проверили это на проекте реально. Пока фунтфунтфунтфунт не сейчас для поддержки фунтек серча из бесплатных систем существует три. Это Ксапиан, Финс и Люцепт. Ксапиан не берите. Ксапиан не берите, потому что мы потратили месяц, если хотите потратить так же, пожалуйста. Ксапиан у них штука какая? Сейчас вот эти новомодные поисковые системы они делают инкрементный поиск. То есть для ускорения операции вставки они не модифицируют полную структуру поиска, они, скажем так, оставляют вещи, которые потом при поиске начинают модифицироваться. К чему это приводит? К тому, что Ксапиан падает не только на операции вставки, но и падает и на поиски. И ломается он за одну секунду. Что мы сделали? Научившись Ксапианом, я уже не рискнул брать лицен, хотя с люценом вроде все в порядке, все хорошо. Мы MS-SQL используем вот в таком виде. Взяли, почему MS-SQL? Там есть бэкап, там есть репликация и все. И нам вышли от MS-SQL и ничего не надо. Все это работает. Штука какая? До этого в компании люди любили вот этот подход с нормализацией данных и прочих. Если злоупотреблять этим подходом, то даже почтовый адрес может приводить 20 запросов в базе данных. Просто почтовый адрес. И при этом почтовый адрес ничего не гарантирует. Там найдется куча исключений, которые вот эта фигня не обработает. И самое главное, когда вот эти запросы начинают собираться, то вот эта штука работает гораздо быстрее. Здесь 50-200 миллисекунд, тот 4,5 секунды. Вся разница. Ну, документ сторож получился. Тьфу-тьфу-тьфу. Я очень суверенный. У нас скоро просто выплат. Я очень дискрую. Рассказываю. На карте. Вот. Что еще появилось? Появился планировщик. Ну, понятно, что у нас есть сообщение либо по запросу пользователя, либо, скорее всего, по временному событию. Поэтому от планировщика никуда не уйдешь. И был реализован собственно автор планировщика здесь сидят. В зале. Что в нашем планировщике есть? В нашем планировщике есть последовательности. То есть есть какие-то шаблонные события и мы можем генерировать. То есть выполнился, наступил момент времени, выполнилось событие, мы генерируем элемент последовательности и опять ставим расписание. Ту же самую задачу. Вот. И второе это стратегия обработки ошибок. То есть поминаю, что чекпоинт вроде бы это неплохо. У нас планировщик делает то же самое. Если происходит какая-то ошибка, то есть не удалось отработать задачу, которая была запущена по времени, у него есть стратегия обработки ошибок, согласно которой он может, например, повторять эту задачу всего три раза, может повторять задачу согласно, например, чисел Фибоначчи, то есть через один, два, три, пять, восемь и в такой последовательности. А можно сказать, ну и фикс не умерла, так умерла. Вот это как раз наши возможности планировщика. Самое главное, что все под контролем и вот, ладно. Что еще? Мне сказали, что всего 20-30 минут, поэтому я не рискну в какие-то такие демонстрации сервера носиться. На самом деле у нас еще есть визуальный интерфейс, в котором мы можем получать информацию о сервере, но это еще мегаэкспериментальная разработка, очень мега. Там у нас известна информация, сколько сообщений, сколько джобов запущено, и мы надеемся, что это более-менее работает. Также есть маркетизация между серверами, то есть для того, чтобы масштабироваться, применяется интернет информейшн сервер веб-ферма, разработчики этой штуки тоже сидят в зале. Вот, применяется веб-ферма, с помощью которой мы можем программно настраивать, на какой из серверов должен уходить входящий внешний запрос в нашу систему. Что еще есть? Еще у нас есть такая отличная штука, которой мы пока не пользуемся. это библиотека джобов. То есть задача программиста в этой системе просто писать джоб. Вот тот классик с набором атрибутов и все. Он этот джоб упаковывает в DLL-ку, и эта DLL-ка через веб-интерфейс публикуется в библиотеке джобов. После этого мы можем опять же с помощью drag-and-drop переносить эти джобики между серверами. То есть так у нас происходит диплом. Но это еще раз повторяю, это у нас пока тестовая разработка, поэтому я сюда не выношу, я просто надеюсь, может быть организаторы еще раз пригласят и я сгонташиваюсь. Вот. Я там не выбрать. Отлично, когда? Вот. Еще у нас есть конфигурирование. С помощью конфигурирования мы собираемся решать какую проблему. У нас есть куча серверов и вот мы запарились даже на 12 серверах вручную менять конфигурацию. Соответственно есть общая система конфигурации, которая должна распространяться на все сервера. Вот. Ну и как я уже говорил, миграция джобов, она правда в версии 2.0 существует, но штука просто прикольная. Когда мы сделали, мы долго радуемся. Вот. Еще у нас есть распределенное тестирование. То есть есть библиотека, которая позволяет распределять тесты по системе и они что-то там выполняют. Вот. Это то, что есть. Какие у нас сейчас задачи? Сейчас на самом деле, чтобы закрыть вот этот третий уровень взаимодействия, как я считаю, нам нужно реализовать workflow. Workflow это последовательность работы. То есть фактически у нас есть какие-то джобы и это как бы атомарные операции и на них нужно построить описание алгоритмов. Я надеюсь, что у нас описание алгоритмов будет опять же в JSON, что позволит эти workflow мигрировать с одного сервака на другой. Грубо говоря, это алгоритмы над нашим минимальным функционалом. Вчера буквально только натолкнусь на такую вещь, что иногда нужны зависимости между джобами. У нас был асинхронный старт сервера. Зачем он нам нужен? Вот я сколько серверов видел, они все стартуют синхронно. Это неудобно, потому что медленно. Я всегда хотел сделать асинхронно. И я вчера понял, почему все делают синхронно. Будем разбираться с зависимостями. То есть там нельзя просто АВК стартануть, там надо просто получается деревья и надо стартовать по этим деревьям. Ну и хочется упростить написание тестов. Сейчас в самом ядре около 297 тестов плюс в проектах сателлитров, которые построены на базе этой системы, я боюсь там оценить, но я думаю, что 200 тестов тоже есть. Есть? 600. 600? Отлично. У нас 900 тестов есть. Вот. И соответственно возникают небольшие накладные расходы, связанные с организацией этих тестов. То есть в принципе писать их нормально, нормально, я считаю. Но хочется просто снизить время на их разработку. То есть там сначала вообще получилось, что мы можем писать только интеграционные тесты, то есть поднимаем весь серфак целиком, заливаем на него конфигурацию, начинаем это тестировка. Сейчас мы постепенно от этого отходим, но вот наша задача. Тесты, к сожалению, проходят достаточно медленно. Достаточно медленно, это минут, так, 297 тестов, по-моему, проходят минуты за 4. Вот. Ну, медленно, чтобы отбить желание запускать вот каждый раз, когда нажимаешь F5. Вот. Это наши текущие задачи. Все, спасибо. Павел. Вопрос по практическому использованию. Да, Павел. Да, Павел. Спасибо за дебатку. Вопрос по практическому использованию. Допустим, я пришел клиент на HTML, который дизайн какой-нибудь wireframes или чего-нибудь еще, и я говорю, что ваша система мне срендерила PDF. Я посылаю подсоединился к шине, послал JSON большой, join, да, мгновенно мне приходит ответ, и вопрос, собственно, в следующем. Когда я хочу, собственно, получить уже мой результат, мою поддебку скачать, я посылаю запрос. Возможно, благоприятное время еще не наступило, поддеб еще рендерится. Мне скажут, на какой джобе он рендерится, сколько процентов осталось, или мне просто скажут. Это ваш джоб, что хотите, то есть, и сделайте. То есть, это же, это функционал вашего джоба. То, что вы говорите, если у нас это и появится, только на четвертом уровне, то есть, вот там, где метрики начинают собираться. Я почему я говорил, что у нас пока этих метрик, с ними тяжко. Поэтому, ну, сейчас этого нет. А сейчас что будет? А? Сейчас что будет? Как узнать, готово или нет? Да. Так это ваш джоб. То есть, ты посылаешь сообщение о свой джоб. Я так понимаю, вы предоставляете облачное хренилище для некоторых процессов в пользу. У нас, в принципе, прошу прощения, прибегил, там с Павлом просто не договорили. У нас, в принципе, ну, этот сервер в двух проектах используется. И в одном проекте примерно такая же схема. У нас до 100 клиентов сделан просто на Явлоскрипте написан. Там есть небольшая пляска с бубном, как он общается с этим сервером. Когда на хабре человек выложил статью, первый, кто написал, говорит, у меня много в коллекции всяких штук, но это достойное место займет. Вот. То есть, в принципе, у нас клиент сам по себе идеалоскриптовый и на клиенте работает эта серверная часть, которая реализует всю эту логику. Вот. И в этом плане как бы все, что хотите, все, что угодно можно сделать. Мы себе такую задачу не оставим. Если это и возникнет задач, то, как я говорил, это 4-5 уровень. То есть, мы просто до них пока не добрались. У нас есть более насущные, приземленные задачи. Как-то так. Вы правы. У нас фактически да, это система улочная для отработки вот этих же как-то. А исходники когда можно будет? Как уже сказали, каждый человек, когда завершает свою работу, очень сильно недоволен своим исходниками. Это единственное, что останавливает. Вот. Если, если, да, если, 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 скажем так, обязуетесь не ругаться, воспринять все стойчески, то, в принципе, отдать исходники не вопрос. Мы хотим, ну, скажем так, уже давно хотим выложить это все на гитхаб, но вот это останавливает, что найдутся всякие... У нас же, понимаете, как мы вот увлечены этим проектом, нам он нравится. И представьте, вылазит какой-то и говорит, это все говно. Вот какое у нас после этого настроение? Да, настроение разгоречит. Поэтому мы как-то вот так очень ревностно понимаем. Ну, в принципе, мы можем за говно ее это. Но... Но настроение все равно в портусе. Реакции на такую реплику, может быть, кто такой, давай, до свидания. Ну, то есть, что ты сам из себя представляешь, прежде чем говорить? А зачем перепираться? Нет, ну, я потому, что если этот человек не достоин того, чтобы на это реагировать, просто, знаешь, смимо и все. Свои нервы не брать. Да, Саша. Александр Савовко, не поменится. Ну, во-первых, идея очень хорошая, интересная, сразу, чтобы... Такой вот момент, меня во время доклада не покидало такое смутное ощущение, что что-то подобное где-то я видел, и вот мне вот так... Это вот вы хотите написать, мне кажется, свой рванг. что-то очень похоже, особенно вот это вот, небольшие функции, которые, как бы, сами по себе не могут изменить какие-то другие данные, общаются между собой сообщениями, и, как бы, если они упадут, то фиг с ним, и потом поднимем еще раз. Вот, как бы, Ирланд действительно оказал влияние, или вы просто вот так получили? в месомородке. Сейчас я объясню на ваш вопрос. Ситуация такая. Действительно, таких систем очень много. Это не только Ирланд, есть и Рэббит МКУ, вот система, которая работает на строй чердисах. Как я понимаю, в месовый бас вы сами имеете в виду. То есть, брокера и прочее. У вас есть центральный цифр? Или это распределённый? Распределённый. Смотрите. Вот. Без центрального, если честно, не обойдешься, потому что все равно где-то информация должна стекаться. можно. Естественно, что можно. Вы же не знаете цели каких ставятся. У нас изначально ставилась задачка такая. Вы не обходите. Ну ладно. Задачка изначально ставилась такая. Есть вот коммерческая организация, небольшая, с очень интересным оборудованием, в 12-летней давности. Грубо говоря, надо, чтобы наша система, у них нет возможности купить сервера. Вернее, они не осознали необходимость покупки серверов. И мы хотим, чтобы эта система могла функционировать просто на их доступных компьютерах. И, соответственно, мы сразу ограничения ставили в 100 компьютеров. Поэтому для нас в этих условиях будет у нас распределенный вот этот брокер, или не распределенный, он вопрос как такового не стоял. Это раз. во-вторых, здесь еще помимо всяких до души, если говорить о коммерческом применимости, это все написано на платформе .NET, и это выбрано не случайно. На платформе .NET я знаю всего два сервера, в принципе, причем не распределенных. Это Microsoft Бестолк сервер, который стоит от 5 тысяч баксов. Сразу амбициозные команды уходят за 5 тысяч баксов. И есть еще одна компания в Владивостоке, там ребята работали на японцев, и они оттуда взяли от людей. Вот я знаю на .NET две реализации, чтобы так. И плюс у нас еще стоит цель пройти 5 пунктов. Соответственно, тот же Erlang или брать другие реализации, есть у них такая цель. То есть мы берем одинаковые методы, но у нас цели, которые мы хотим достичь, разные. Я хочу, чтобы в оконцове была система, которая могла динамически перераспределять нагрузку, но там очень много интересных задач возникает. Мы просто объем работы такой, что до сих пор никак не можем выбираться туда. Вот. И что еще здесь добавить по поводу там этих серверов. Да, пожалуй, нару. Так долго говорить. Я теку на англичие вопросы. А почему не возникло желания взять за основу то, что они уже сделали, то есть это мутабельность, ассинхронность и все остальное и просто написать поверх то, что нужно для достижения вашей цели, но использовать уже готовую платформу, которая уже проверена там многолетняя, точно выдерживает кучу нагрузок, там все остальное, надежность, глоба. То есть почему все-таки захотелось сделать свое, чтобы принести Ирланд на Виндуу и как я уже говорил это 8 лет назад тогда интернет другой был, информированность была другая. Это раз. Во-вторых, это была все-таки выросла из дипломных работ. И на дипломных работах сказать вот смотри чувак, у тебя нет интернета, инвестерланг. Вот. Придешь через годик покажешь мне эту систему. то есть это во-первых так было. Во-вторых, ну как бы почему бы не позволить себе велосипедов поездить летать. Я люблю велосипеды. Двухколесные, трехколесные, там демпы. Вот. Если бы сейчас начинали, как бы поступили? Уже злая. Так же. Дело в том, что штука какая. Например, мы фактически конкуренты из интернет информейшн сервера. Потому что у нас те же механизмы используются для обработки HTTP протокола. Но ИИС там умный, а мы дураки. И в результате что получается? Мы вот замеряли на коротких запросах ИИС просто модифицирует от нагрузки свои алгоритмы работы. А у нас все другого одинаково. И в результате что получается? На коротких запросиках, мелких, до 50 миллисекунд, мы ему проигрываем. Но немножко. А вот если уже возникают запросы по полсекунды и так далее, ИИС начинает отдыхать со своими интеллектуальными алгоритмами. Поэтому все имеет место быть. Ну да, каждое решение не смогут. Субтитры создавал DimaTorzok